и далее я вам хочу рассказать про вот это средство несмотря на то что лежит перед вами два средства в общем-то главный герой вот эта аквабаза скорее вот этот лак от гош так номер так он называется голография этот лак я покупала много лет назад может лет пять назад и как вы видите он почти совсем полный я им не могла красить пробовала красить раза три он не ложится ровно он и в один и в два и в три слоя и на базу и без базы он все время плешивил просто знаете такое ощущение что рвался на ногтях при подсыхании просто лоскутами какими-то но не как кракелюр а вот просто как будто пляшивый лак это было очень странно и ну вот так как бы выкинуть меня рука не поднималась потому что он очень клево голографит вот и вот появилась у меня вот такая база тоже покупала я ее еще на интершарме интершарм проводится в москве весной и осенью ну вот соответственно ближайший был весной называется она аквагенетик это аквабаза в миру используется она в основном под голографики либо под вот такие тонкие опять-таки металлики которые не хотят не умеют ложиться на обычные базы точно я не помню в чем у нее прикол почему она аква но вы знаете на нее действительно очень хорошо ложатся именно тонкие линейные голографики и вот такие как я вам показала тонкие капризные металлики фольгированные типа фольги прекрасная вещь вообще теперь это мой маст хэв вот этот лак спасен я уже с ним недавно делала маникюр фото я вставляю чтобы вы удостоверились сама же база представляет собой обычную какую-то такую субстанцию она знаете вообще похоже на клей какой-нибудь типа пва но не такой резиновый как клей пва и пахнет она даже вот так знакомо то ли как краски какие-то то ли еще какая-то канцелярия вот подсыхает она но я не скажу что моментально но не слишком долго вот этот высыхает моментально вот прям буквально наверное ну максимум 30 секунд ему нужно чтобы высохнуть вообще момент молниеносный он супер супер тонкий если какие-то неровности бороздки и ямки на ногтях есть и так далее то это все будет видно в общем теперь это база мой маст хэв и я ее всем рекомендую кто пользуется голографиками она улучшает качество нанесения даже тех голографиков которые в принципе ну ложились более-менее можно было с ними обращаться от пупа от dance legend тоже вот как их зовут и ингланд и так далее но голографиков много в принципе разных вот если вы пользуетесь голографиками линейными то рекомендую вот эту базу хорошая вещь и я ею очень довольна есть подобные аквабазы в других марках у фнаг или фнуг и не точно не уверена как читается невозможно у пикчер поле что же есть но естественно они дороже вот dance legend она подешевле и вполне приемлемого качества и она работает так как нужно следующий лак я показываю вам просто белый лак это его мозаик номер 053 этот лак я купила в качестве чтобы использовать в качестве подложки под стемпинг я очень люблю стемпинг если вы следите за мной в инстаграме либо если вы читаете мой блог то вы об этом знаете в общем вот и белый и черный лаки это одни из самых используемых в стемпинге что в качестве подложки что в качестве именно краски для самого стемпинга и вот этот лак очень неплохого качества он в два слоя абсолютно идеальное дает покрытие то есть можно его даже носить без ничего если вы любите носить белые ногти вот у меня его здесь уже половинка израсходовалась очень часто я к нему обращаюсь потому что он удобный вот у него тоже удобная плоская широкая кисть мне такими очень удобно работать и легко и просто в общем накрасить ногти хороший лак буду его брать еще один лак который я купила это лак от шанель я не знаю может быть сейчас кто-то удивится но я не покупаю в принципе люксовые лаки потому что я считаю что они не стоят своих денег это ну только мое мнение никого я не призываю также считать вот но для меня они не стоят своих денег потому что у них не каких-то супер уникальных оттенков не какой-то превосходной текстуры а особенно у шанель нет и тем более шанель у меня всегда отколупывается если не в этот же день то на следующий в общем абсолютно они ненадежны для меня но этот оттенок так этот оттенок номер 613 eastern light я его хотела давно и даже я смирилась с тем что я дам за него те деньги которые за него просят и даже я смирилась с тем что он у меня пускай даже отколупывается все равно я именно его хотела ну казалось бы вы скажете что такого обычный белый лак но нет я вот вам думаю что даже не стану его на ромашке показать потому что ну реально там по ромашке ничего не понятно его нужно именно на ногтях свочить фотографировать в правильном свете и он не обычный белый лак он как будто светится на ногтях но в нем нет блесток он если вы можете себе представить белый неон то вот у него есть легкая белая неоновость и по сравнению с другими белыми лаками он отличается и отличается сильно на ногтях именно и когда его носишь соло то есть без ничего я не буду на него штамповать стемпинг ничего такого вот мне я испытала большое удовольствие когда его носила на ногтях он да к сожалению все также не стойки как все шанели на мне но меня это не страшит уже понятно почему вот такая у них кисточка обычная классическая старомодная но для кого-то она идеальная знаю девочек которые считают что шанель для них идеальной кисти для меня нет но в принципе как-то худо-бедно можно работать но вот именно этот экземпляр я купила из-за его необычного прекрасного интересного белого цвета и последний на сегодня лак который вам покажу это лак от бербери очень было мне тоже интересно попробовать меня подкупил дизайн вообще то ну нравится мне когда крышечка надет когда без крышечки ну как бы уродицы вот я выбрала вот такой классический обычный красный цвет так это у меня оттенок вот такой классический красный желейной текстуры такой желе тире крем можно нанести в два слоя идеально либо со слегка просвечивающимся краем в один слой я его носила уже и на маникюре и на педикюре держится получше конечно чем шанель но тоже не скажу что дико стойки но в принципе люксовые лаки они не 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 обещают быть стойкими как бы не должны быть насколько я понимаю потому что у них вроде как безопасный формула чем безопаснее формулировка тем меньше стойкости у лака вот но это знаете это реально была такая покупка которая совсем не обязательно которая тоже не привлекает особо ничем не каким-то уникальным цветом не супер текстурой но мне было любопытно попробовать и вот он на ромашке сейчас он выглядит теплее опять-таки не знаю иногда моя камера упрямо не хочет ловить правильные оттенки лаков вот ну он в реале то тоже не не дико холодный такой средний средний по температуре и по насыщенности по яркости цвета у этого лака обратите внимание вот такая вот плоская широкая кисть с четко обозначенными краями то есть она не срезана лопаточкой не закруглены края а вот именно такая метелка резко четко срезанная вот не очень удобная кстати были бы закруглены края было куда куда удобнее ну и решающим кстати фактором по которым из-за которого я все-таки решила купить этот лак была его цена он стоил в летуаль на тот момент то ли 560 то ли 590 рублей ну то есть для люксового лака еще более-менее куда не шло ну как все-таки это не 1200 вот поэтому я решила что была не куплю попробую я хотела на самом деле из burberry опять-таки белый лак оттенок называется optic white я видела в инстаграме сводчи у одного известного nail сводчера и потрясающий конечно оттенок такой интересный он тоже белый и он супер холодный белый не знаю как он в реале соответствовал ли он бы тому что я увидела на фотографии но конечно очень хотелось попробовать но к сожалению в летуале его не было поэтому я выбрала просто классический красный цвет который никогда не будет лишним по крайней восторге но нормально сойдет и к тому же вот упаковочка это миленькая ну и попробовать хотелось ставлю галочку я попробовала на сегодня это все всем большое спасибо за внимание надеюсь вам было интересно задавайте свои вопросы либо можете написать свое мнение об этих лаках если вы их тоже пробовали и всем спасибо за внимание пока пока